Реформа должна стать катализатором фундаментальной работы. Это требует мониторинга и обсуждения с общественностью. За два года, прошедшие с момента создания Национального совета общественного доверия, организация приняла 17 законов и около 80 постановлений. В настоящее время в разработке и рассмотрении находится более 15 законопроектов. То есть Совет стал площадкой для диалога и площадкой для политических и социально-экономических реформ. На этот раз выходит аналитическая публикация о социально-экономических изменениях. По мнению помощника президента Республики Казахстан Ерлана Карина, дальнейшая цель – продолжить эти реформы. А для этого надо и дальше следить за тем, как инициативы реализуются на практике, есть ли сложности в их реализации или наоборот.